Добрый день, уважаемые севастопольцы! Сегодня 20 марта, мы в студии «О чем говорят у Бенолей». В гостях у нас Киселев Сергей Анатольевич, заместитель председателя Русской общины города Севастополя. Вопрос у нас касается доклада губернатора города Севастополя президенту России. В 2021 году, в марте месяце, наш губернатор делал доклад президенту России по поводу тех успехов, которые ему нам удалось добиться в городе Севастополе. Мы этот доклад внимательно прочитали, посмотрели, написали официальные письма, где, на наш взгляд, было очень много фальсификаций. То есть, реальных дел не было, но по отчету выглядело так, что уже все завершено, все успешно сделано. Но мы не получили на наши письма никаких ответов. В этом году очередной доклад президенту страны. И в нем один из эпизодов, который мы сейчас обсудим, касается спортивного комплекса 200-летия города Севастополя. Имени 200-летия города Севастополя. Посмотрите. Он был спортивный сдан в эксплуатацию. В 2021 году тоже он был сдан. Мы тогда ездили, смотрели, фотографировали, снимали, делали по этому поводу передачу, в которой видно, что была сделана часть работ, что касается спортивных площадок, теннисных площадок, футбольного поля и так дальше. И мы задали простой вопрос. Почему? Ну, сказали бы, что сделали там часть, сделали в первую очередь. И то она сделана не была, она была сделана в середине лета, а доклад был уже в марте. И вдруг в 2022 году мы комплекс сдаем, который, оказывается, был в руинах. Мы с вами съездили. Вот что вы по этому поводу скажете? Ну, вы сами видели, что что-то там, на самом деле, происходит на этой стройплощадке, потому что строительство еще не завершено. Да, теннисные корты готовы, баскетбольная, волейбольная площадка готовы, сам стадион готов, трибуны все сделаны хорошо. Но само главное здание этого центра, имени 200-летия города Героя Севастополя, оно не завершено вообще никак. То есть мы обратили внимание, что там какие-то строительные работы, люди там передвигаются, что-то перевозят. Но комплекс стоит полностью без окон, без дверей, как говорится. Объехали его со всех сторон, посмотрели, что там большие груды мусора, невывезенного хлама. То есть комплекс как таковой, он не сдан. Комплекс, именно я имею в виду здание, непосредственно, оно не сдано. То есть получается изначально, послушав доклад, вот мы сейчас с вами посмотрели доклад губернатора Севастополя о нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, о том, что он четко там говорит, что завершена полностью реконструкция зданий. Но как мы посмотрели, что это просто неправда. Получается, губернатор Севастополя изначально вводит в заблуждение президента нашей страны. Но сначала давайте пусть люди посмотрят, что на самом деле там существует, то, что мы с вами знаем. Вот комплекс двухсотлетия, недостроенный. Как сказал губернатор Севастополя Михаил Владимирович Развожаев в докладе Владимира Владимировича Путину, что мы сдали, достроили комплекс двухсотлетия. Корты построены, скейтбольная площадка построена. Стадион там за кипарисами видно построен. А двухсотлетие, как стоял, так и стоит. Наврал Михаил Владимирович нашему президенту. Стыдно. Вот она территория. Видите? Двухсотлетия. Ну вот вам фактическое видео. То, что идет стройка полным входом. То есть здание, оно абсолютно еще не сделано. Оно стоит как бы остов еще. Только начинается там вся отделка. Не знаю там как внутри. Внутрь мы не заходили. Перед зданием должно быть еще здание какое-то большое по проекту. Вот фотография проекта тоже. Посмотрите, там три больших здания. То есть, как мы понимаем, ледовый дворец, бассейн и еще какой-то там спортивный, видимо, какой-то комплекс. Не знаю. Судя по проекту. В реалиях у нас стоит неотделанный абсолютно еще только бетонный остров бассейна. Второго здания вообще нет. И старый, который говорили, что снесут ледовый дворец. Вот вам результат. У меня лично вопрос один. Зачем? Для чего нужно вот это пускать пыль в глаза? Это же очень легко проверить. То есть, либо абсолютно никто это не проверяет, либо что. Но обман же идет как бы не только президента. Севастопольцы в том числе. Это же, ну как, севастопольцы послушают только. Да как у нас все хорошо. Вообще вопросов по этому докладу много. И мы будем каждому из них возвращаться. И будем их комментировать. Но, как бы, поочередно будем разговаривать со специалистами. Будем приглашать сюда людей, которые бы могли прокомментировать то, что как раз декларирует губернатор. А на данный момент, не понимаю почему, но никто не обращает на это внимание. Вот, Сергей Анатольевич, как вы прокомментируете, почему севастопольцы такие инертные? Ну, во-первых, я не хочу говорить полностью за весь Севастополь, потому что я не имею такого права. Я скажу за себя, непосредственно скажу свою субъективную точку зрения. Ну, вы же к спорту имеете отношение. Вот у вас есть там люди, вы знаете тренеров, вы знаете людей, которые в этом заинтересованы. И, в общем-то, комплекса нет. Доклад есть, в общем-то, как бы, никого не волнует, не интересует. У нас есть спорткомитет, там. Люди, люди, которые живут обыденной жизнью своей, да, которые заняты там своим социальными проблемами, каким-то несущими, да, чтобы где-то что-то заработать, какие-то деньги получить, чтобы накормить свою семью. Им, в большинстве случаев, как таково, ну, не нужно вот это вот знать. Те люди, которые действительно живут проблемами города, да, которыми все интересны эти проблемы, которые переживают за свой город, естественно, такие люди будут об этом, ну, узнавать всю эту информацию и говорить свое мнение. Ну, таких людей не очень много сейчас, к сожалению. Вот остались там определенные количества людей, которым интересно все вот это вот, то, что происходит в городе Севастополье, которые действительно переживают за свой город. Вот. А по поводу доклада губернатора, что я вам говорю, ну, докладывал 16-го числа, это как раздение референдума. То есть такое сакральное число, когда проходил референдум, когда у нас Севастополь проголосовал в количестве, практически 90% за соединение своей исторической родины. Вот это вот, так скажем, в такой момент делать, так скажем, говорить неправду именно не только президенту, но и севастопольцу. А может быть традиция уже, в прошлом году тоже в марте, по-моему, был до флаг? Может быть традиция, конечно. Ну, изначально говорить то, что я не сделал, ну, можно было сказать как-то по-другому, то есть, допустим, ну, не доделали там что-то. Ну, вот именно говорить, что мы это сделали и ввели это все, как скажем, до полностью окончания реализационных сроков, ну, такое нельзя говорить. Я вижу, что у нас там не только по этому объекту, представляете, там множество объектов, которые оттягиваются, все, которые планируют там на такой-то год сдачи, они все перетягивают, переходят дальше, 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 я не знаю, в связи с какими-то причинами. Ну, тут дело тут не в том, что, дело в другом. Дело в том, что губернатор изначально вводит заблуждение. Очков в террориста? Ну, что это? Можно так назвать, но... Вот, это заблуждение, то есть, нашего лидера страны, тем более, в такое сложное, трудное время для страны и для него. Ну, вот... Ну, давайте еще одно видео посмотрим. Давайте. Так, вот это вот стоянка, так, до двухсотлетия. Вот это вот ледовый дворец, вообще непонятно, его когда будут делать, не будут делать. Ну, комплекс уже сдан, как бы. Ну, и вот территория. Вот основное здание, так, возьмем, это бассейн, залы какие-то. И свалка. Ну, стоянку уже сделали, это постоянно почему-то воплитка. Ну, как-то вот так вот у нас сдаются комплексы, которые отчитываются президенту, что все работает. Как-то вот так вот все работает. Вот видите, на нашем следующем видео стоянка для автомобиля. Потому что трава выросла, то есть ее сделали уже, я так понимаю. Может, в прошлом году не обращал внимания, когда ее завершили. Я не буду говорить, какую-то плитку сделали, что там с землей, что трава растет, что там будет дождь. Это уже как бы вопрос прошлый. А вот ледовый дворец, который стоит, ходили слухи, что его будут сносить. Ходили слухи, что его будут реставрировать, что там. Но ледовый дворец там должен быть. И в проекте там есть здание, может быть, ледового дворца. Но на сегодняшний день не снесено, как стояло вот это вот, так сказать, здание с разбитыми стеклами. Оно так и стоит. Вот что вы скажете. Поэтому, ну, как это называть, как вот, не ложь, не обман, не знаю. Мы уже об этом обсуждали же, что... Ну, зачем называть комплекс? Вы говорили, первая очередь, вторая, третья. Ну, надо было разделить их в договоре. Ну, конечно, смысл. Первый комплекс мы сделали там полностью, вот, делали там то, что мы с вами перечисляли, теннисные площадки, корты и так далее, т.д. Но прошлый год сделали, когда вот это мы приехали, еще не сделали. Ну, оно сделано, оно еще в двадцать первом году. Но в лето. В лето. А доклад уже был в марте. Ну, вот я же говорю, это все введение заблуждения. Такие вещи нельзя допускать. А, зачем? Боя государственного мужу, я не знаю, почему, зачем это делать. Смысл какой, я еще не знаю. Смысл? Ну, смысл, чтобы получить, так скажем, по шее, по окаянной, по шияке. А за вранье не получают по шияне? Ну, я же говорю, за вранье, чтобы тоже получают по шияне. Ну, вы мне задали сейчас вопрос по строительству и завершению этого объекта. Ну, в моем понимании, значит, сдача объекта, как такая, она должна быть полностью достроенная. Вся эта структура достроена, приведена все, значит, вся территория благоустроена. То есть, посажены какие-то деревья, там, кусты, ну, образно, там, говорю, постоянные скамейки. Вот. И этот объект должен быть полностью сдан согласно экспертизе всей. То есть, всей документации. То есть, запущен в эксплуатацию. Да, запущен, наверное, запущен в эксплуатацию. И вот после этого должен был последовать доклад полностью, что губернатора, значит, президента, что это все сделано. Вот это вот должно было быть на самом деле, как оно правильно должно было быть. То есть, что у нас получается на сегодняшний день? То есть, губернатор, мягко выражается, ввел в заблуждение президента страны, что запущен такой-то комплекс. Правильно? Ввел в заблуждение, ну, я не думаю, что он не ввел в заблуждение, просто обманул Севастопольцев. То есть, он сказал, что да, у нас все хорошо, мы все сделали, пожалуйста, люди приходите. Люди берут, что называется, с собой плавки, полотенца идут, бассейн, а там. Ну, так получается. Если ерничать немножко, да? Но речь идет о чем? Самое главное, что в этом докладе, там же все стороны нашей жизни отмечены. Что какие здесь успехи мы добились вот за эти годы. Поэтому мы будем и обсуждать этот доклад более подробно, отдельно выбирая темы, которые были затронуты губернатором, и говорить, так это или не так. Говорить свою точку зрения, будем разговаривать со специалистами, будем искать какую-то документацию, для того, чтобы сегодня мы осветили только один вопрос, который можно было просто съездить и сфотографировать, и для того, чтобы сделать какие-то суждения по этому поводу. И Елена Россия и Росважаев не должны занимать какие-то посты в городе вообще. Если поднять струк, а я запольна на путь? И все, вот это не может быть. Но мы должны быть контролировать. Ну да, больше, чем в Севастополе принято. То есть у нас уменьшили. Мы все делаем для севастопольцев, никто ж не спорит.